Отправляясь в лес, будьте готовы к тому, что вы можете заблудиться. Как бы хорошо вы не знали места, есть вероятность, что вы заплутаете и не сможете сориентироваться. Поэтому в поход за грибами и ягодами нужно отправляться максимально подготовленным. Продумать экипировку, взять компас, телефон, запас воды и спички. И очень важно идти в лес не в одиночку. Вы должны находиться в видимости того объекта, от которого вы отошли. От машины, от своего друга или сопровождающего, вы его должны видеть. Не слышать – это обязательно, а видеть. Потому что со слуховыми восприятиями в лесу тоже бывают иногда нехорошие шутки. Еще одна опасность леса – дикие звери, змеи и клещи. Засчитать в них правильная одежда. Яркие цвета отпугнут зверей. Длинные рукава и брюки, заправленные в сапоги, создадут барьер для насекомых. Конечно, одежда должна быть удобной и непромокаемой. Иметь достаточно правильную экипировку для посещения леса. Не ходить в сандалиях в лес, не ходить в шортах в лес, поскольку там есть и насекомые. Но иметь при себе репелленты, элементарные навыки навигации и ориентирования в лесном массиве. Заблудиться в лесу может каждый, но всегда можно найти выход. Главное – не паниковать, внимательно прислушаться к лесу и идти на шум машин. А если все же не удается выбраться, в помощь – сотовый телефон. По уверениям спасателей, номер 112 доступен даже там, где не ловит сотовая связь. И если вы не знаете, куда идти, лучше оставайтесь на месте. Так больше шансов, что вас найдут. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.